Первый день последнего зимнего месяца любители лыжного спорта проводили с почетом. На освещенной лыжной трассе в поселке Кировские дачи был дан старт гонки-выборгский спринт. К половине седьмого вечера спортсмены, любители и профессионалы уже активно разминались, получали номера и настраивались на первый квалификационный этап в один километр. Среди гонщиков наша съемочная группа обнаружила и совсем юного лыжника, однако с номером на груди. Я сейчас победу лыжную гонку. Сколько тебе лет? Ага, четыре. Четыре? А ты один побежишь или с мамой? С кем ты побежишь? Он проводит и я один побежу. Тебе не страшно? Нет, просто стать на стоять не нужно. Ну тебе удачи. Самым старшим участником выборгского спринта стал ветеран спорта Борис Подгорнов. И марш! Давай! Буквально несколько минут и спортсмен успешно финиширует. Что такое для вас лыжник? Ну, это мое хобби. Я без лишних не представляю. Зима, каждый раз жду и не дождусь. Друзья у меня здесь. В общем, все свободное время провозим на лыжне. В молодом возрасте профессионально занимался. Теперь в Сталинграде было. Там чемпионаты Центральных Советов всяких обществ. Молодежь пускай приходит к нам. У нас здесь хороший лыжный круг. Отличная лыжная трасса сделана. Сейчас освещенка уже в этом году в прошлом работает. Пускай приходит. Хорошие тренера у нас здесь. Пускай приходит, занимается. Мы будем рады. На первом этапе на старт вышли абсолютно все. Стартовали по одному через 15 секунд. Ну а дальше кто окажется быстрее и удачливее. Ведь трасса, несмотря на кажущуюся простоту, все же изобилует поворотами, подъемами и, соответственно, спусками. Поворотик, аккуратненько. В полуфиналы и финал, конечно, удалось попасть не всем. Но спортсмены не унывают. Говорят, главное – участие. Хотя стать первым и даже вторым и третьим хочется очень. Если попадешь в восьмерку, попадешь в полуфинал. А там уже тебе надо на втором, на первом месте быть. А если ты попадешь в первое, второе место, ты отбираешь финал. А там уже легко. Главное – ускорить, спасение и все. Трасса была нетрудная. В принципе, снег для моих лыж очень хороший был. Хорошо скользил. Но не удалось проехать, к сожалению. В принципе, хотя бы поборолся. В перерыве между заездами мальчишки играют в снежки. Они ведь не только спортсмены, но и дети. Однако дети уже с твердым характером, говорят тренеры. Более сотни юных выборжцев занимаются сегодня на отделении лыжных гонок, где у США фаворит. Десятки просто приходят на лыжню с родителями в выходные дни. Интерес к лыжному спорту в Выборгском районе неуклонно растет. В первую очередь надо любить двигаться. Любить не сидеть на диване, а двигаться, гулять, дышать свежим воздухом. А в принципе, 90% детей, если не больше, любят движение. Снег тает, лыжи, роллеры. Очень много подвижных игр. Начальная подготовка. Мы постоянно играем в футбол летом. На сборах и в лагерях, и волейбол, и большой теннис даже. Ну а пока скрипит под лыжами снег. Ветер свистит в ушах, несутся впереди тебя последние метры дистанции. Ты вышел на старт, и ты уже победитель. Наталья Березовская, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город».